Я всех приветствую, дорогие гости и подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Данил и Макс. И темой нашего сегодняшнего обзора, хотите топа, хотите обзора, будут большие, страшные бармалийские ножи. Ну что, давай начнем с парочки известных российских производителей. Итак, большие и страшные. Номер один. Нож дагестанский от ТП Кизляр. Черт побери, вы посмотрите на эту штукеншую. Огромный клинок, высоченный, прямые спуски. Монтаж сквозной. Зачем здесь этот дол, я не знаю, посмотрите на эту красоту. Это же просто праздник какой-то. Смотрится хронически. Хотя, по сути, друзья, это чистой воды кухонный нож. Да, только с топливом, блин, в 5 миллиметров. Ну, сегодня же посмотри на все эти известные Вюстхоф и Старр и прочие немецкие кухонные ножи. Они тоже толстенные в обухе, тяжеленные. Не мешает им быть функциональными. Ребят, наш сегодняшний обзор, он не про функционал, он не про практичность, он про харизму, прежде всего. Прежде всего. Вот в этой штуке ее не занимать. Вот эта полировка смотрится просто, внимание, по ней настоящий бармалийский нож. Кто, чем старый добрый бармалий, пользовался своей бармалийской кухней? Ну, или же его, так сказать, родич. Бебут от Нокса по дизайну Бирюкова на железке АУС-8. Тоже, посмотрите, какая тоническая штуковина просто с очень ярко выраженным упором. Илостроновой рукояткой. Монтаж все еще сквозной. Вот эту штучку можно открутить, просто снять рукоятку, ну и будет у вас просто клинок. Спуски тоже достаточно высокие. Обух еще толще. Обух еще толще. Живопырено, так живопырено. Ай-яй-яй, страшно, бай. Ну, и ножнами он, соответственно, комплектуется вот такими вот. Это ножны из кордуры. Из интересного, что так можно его туда положить, что вот так. Разницы никакой. Есть дополнительный хлястик для того, чтобы он точно из них не выскользнул. Также крепление моля, ну и веревочка для того, чтобы привязывать его к ноге. Вот такая вот история. Здесь с ножнами все значительно проще. Ножны кожаные, самые простые. Фиксируются одним хлястиком. Естественно, односторонние, просто ширные. Ну и, конечно, всем известная кожа крокодила. Да-да-да, быстро, быстро. Ножны же бармалейские, поэтому не хотите, дядя, в Африку гулять. Ну, собственно, следующий номер нашей программы. Вот такой вот красавец от Сандер на стали Х-12. Посмотрите, какой скрим-шоу со сцены волчья охоты. Просто праздник. Офигительные долы, офигительное сведение. Очень четко все подобно. Проставочки, под бойстером, просто песня. Бусинка вот такая очаровательная. Ну и ножны. Ножны просто отдельное произведение искусства. Слушайте, называйте этот нож бармалейским, язык не повернется. В качестве подарка, особенно человеку, там, какими-то определенными жизненными позициями, очень хорошо. Да, согласен, что это, скорее, не бармалейский, но это именно большой и красивый, и функциональный подарок. Нож, как хотите, называйте. Это вещь стоящая. Посмотрите на этот смок, на обольствие. Очень хорошо. Красиво выполнено. Итак, погнали. Дальше у нас идет баргус от все тех же ООО ППКЗР. Комплектуется вот такими простецкими кожаными ножнами с вырезом, кстати, по спинке, чтобы из-за формы кринка было проще доставать дополнительный хрястик и жесткий подвес. С собой он, ну, представляет непосредственно такой технопчарк. А тебе зашло это определение, я гляжу. Ну, а почему нет? Рукоятка у него выполнена из эластрона. АУС-8 под блэк-вош покрытием. Посмотрите на этот толстенный обух. Ой, я сказал баргус, а он бургут. Ну, прошу прощения, случайно вырвалось. Тем не менее, кончик у него слегка загнут, в отличие от пчаков. Ну, в традиционном понимании у пчаков просто достаточно прямой. Пчаки же есть разные, есть афганские и прочие. Да, конструкция тут получается фулл танк, наплавлена рукоятка на непосредственно заготовку из стали снять, ее не представляется возможным. Очень такая увесистая, очень удобная в руке штуковина. Знаете, вот из всего того, о чем мы говорили, вот этот настоящий бармалейский нож. Я вот право слова привелся в видении, простите, конском, толщине облака и всем остальном. Никакого назначения в нем практического не вижу. Но вот этот вот, не побоюсь его слова, крэшер, совмещенный с темлячным отверстием, вот эта вот уцетистая, не скользкая рукоятка, на меня набывают самые хулиганские мысли. А ну признавайся, где ты берешь информацию про ножи? Стоп, погоди, страшно, я чуть дую еще, у тебя телефон есть? Есть. Доставай, давай, 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 доставай. Телефон. Телефон, не, пищи, ножевые, новости, ножикова. Я хочу, так, ну-ка. Вот, поступай в чат. Чу-ку есть. Вот, и для всех участников чата постоянно скидка, 7% по промокоду, а главное, в самой группе. Самая актуальная информация из мира новой, ты будешь в курсе всех новинок, раньше всех подписывайте. Это я что, свой нож заменил? Очень может быть. Давай проедемся по складам. Ты и я. Начинаем. Леди джентльмены, это Ворон XL от компании Dagger Nice. Вы посмотрите на этот здоровенный 125-мм клинок из D2 в форме Варнклиф с высоченными спусками, очень колким острием. У него накладка выполнена из красной G10 в данном случае, а обратная сторона – это сталь. Фреймлок стальной, осевой под шлицевой, плоский под монетку, под отвертку, как описано. Так откручиваете, под шлиц клипса, фирменная, черепковая от Dagger Nice, перекидывается на левую сторону, на кармашек, залетает как себе домой. Сталось найти достаточно большой карман. Ну, знаете ли, в моем помещается идеально, даже если мы берем в разрез вот такую вот историю, то тоже все идеально. Ну, что-то, в честь с Володаггером, они молодцы. Что касается дизайна исполнения, мягких вопросов нет. А еще один такой вот товарищ – это Voyager. Векуэра. Черт возьми, посмотрите на этого красавца. Чувствуешь себя каким-то аргентинским пастухом. Вот, уцепистая рукоятка, АУС-10. Слушайте, а что вам еще надо, чтобы почувствовать себя, так сказать, вполне в душе приключений, если угодно? Клипс перекидывается, карман будет драть нещадно, это правда. Но, как всегда, информативный замок открывается, как хотите, любым способом. Voyager вообще это, на самом деле, отдельная моя любовь с точки зрения ножей компании Cold Steel, потому что им очень классно получается оперировать, он очень круто лежит конкретно в моей руке. То есть, хочешь так, хочешь так, как ты его хочешь, открывай, при этом. И дальний хват нам позволяет за счет вот этих двух подпальцевых выемок. У меня только один вопрос, что делать к этим хватам. Бутылки вот так берешь, бац, разрубаешь и… Очень актуально. Бормалее. Бормалее, скажем, в сутки. Едем дальше. Так, минуточка странного. Боцман от Саро. Ну, не знаю, почему ребята решили, что это боцманский нож. Швайка гигантских размеров, нет, ну, не знаю, никого. В парусном спорте кто-то чем-то таким пользовался. Нет, боцманские ножи видел, но это что-то странное. Антабка перед всем. То есть, сделано-то, в общем-то, канонично вполне. Ну, чудовищный вес. Мягко говоря, неудобно закрывать все это. Свайка. Такие суровые узлы разбивать такой свайкой. Ну, лежать. Так, ничего, мы эту нашу категорию большое и странное. Большое и странное. Полностью согласен. Если есть что сказать по поводу... Честно, нечего. Ну, с точки зрения хорошего конструктивного решения, я, наверное, добавлю насечку на обухе. То есть, она действительно-таки держит палец вот в таком вот положу. Прямо держит, держит. Ну, и, скорее всего, он заточен на использовании все-таки в перчатках. Видишь, как удобно. В перчатках на палубе. Угу. Ну, ладно. Аватар, дамы и господа. Это уже знакомый многим нож от компании «Нокс». Это конкретно полностью черное исполнение на стали Д2. Вот она у нас красивенько красивируется на гравировочке. С ней красивируется. Да. Ну, это нож с лайнер-локом. Это нож на подшипниках. Это нож, который открывается вот таким вот образом за долл. Это нож, который можно открыть непосредственно за таблетку. Можно его отнести, скорее, к категории «большое». Харизматичное, не факт, что функциональное. Ну, скажем так, страшным я его не назову. Но, учитывая, что это так или иначе хит-продаж, ну, и он действительно очень популярен. Тяжелый клинок, играться с ним можно как угодно. Да. Вот. Рукоедка, ну, худоват мне, кажется, для ножа такого размера. Но это дело вкуса. У меня в руках апофеоз тактикульности от Фокса. Модель БНТ на Н690, если мне не изменяет память. Здесь крепление, честно говоря, не знаю, от какой тип винтовки. Если вы знаете, обязательно пишите в комментариях. Да, будет интересно. Ну, и как все подобные, штыкоподобные ножи, это и кусачки, здесь на обратной стороне алмазная пластинка для заточки. Максимум тактикульности закрепили на пояс, привязали в таком паракорде к ноге. И насколько это удобно, я, честно говоря, не знаю. Но, тем не менее, у него полусерриторная лезвия. Смотрите на этот. Он на самом деле выглядит, он по-настоящему фотоничен. Вот в полном смысле слова нож пармалейский. Рукоятка очень уцепистая, несмотря на вот эти вот странные анатомические выемки. Все вот эти носички, все по месту. Слушайте, на самом деле, не знаю, как насчет штыка, но как какой-то такой походный нож для тяжелых лагерных работ на нем представляется вполне перспективным. Ну, наверное, все-таки соглашусь. Но я сразу же хочу рассказать вам про вот эту штуковину. Потому что это Кайман 2 от Витязя. Вы посмотрите просто на эти усы ярко выпирающие. Посмотрите на этот долг. Ну, сыпь, как вот дай. Сталь 65Х13. Рукоятка выполнена из дерева. Монтаж здесь сквозной и стержной получается. Очень такая сабля, на самом деле. Сабля. А, ля. Да, на минималках, правда. Комплектуется ножнами из кожи. Помещается в них, потому что это ножны новые. Пока не очень хорошо. Есть дополнительный хлястик, чтобы он там не выскользнул. И жесткий подвес. Очень такая прям... Где там клад зарыт, показывай. Знаешь, вот такие ассоциации у меня ножны. Где карта, Би? Нам нужна карта. На этой позитивной ноте предлагаю заканчивать наш сегодня топ-недотоп больших и страшных бурмалейских ножей. У тебя есть фавориты? Знаешь, из всего вышеозначенного, чисто эстетически, мне больше всего нравится, наверное, Сандер. Что касается всего остального, наверное, это Вояджер. Все остальные, ну, честно говоря, в своей реальности применения не нахожусь. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, что из этого вам нравится, и что из этого вы использовали бы или используете в своей повседневной стену, или там на охоте, рыбалке, где-нибудь еще. Ну да, в принципе, да. Что, всем легкого реза. Пока.